Так, ну вот с недавнего времени я перешел к формату, к бинарному формату записи живой поэзии, то есть я пользуюсь одновременно и камерой фирмы Samsung, и магнитофоном ТОВКОБАУМ, Санье, да? Санье, да? Вот, ну давайте разберем пример живой поэзии, вот на примере вот этих вот, предметов, вот сейчас у меня тут есть, да? Вот, щука, пробка, карандаш, о, сори, что ж, забыл включить, А, вот сейчас бинарное поэзия, да? Идет, щука, пробка, карандаш, матрешка. Живая поэзия Дает нам шанс Подумать немножко Над вопросом о том, Что такое щука, Что такое пробка, Карандаш, Матрешка Миром правили многие Например, Петр Первый Покорял он пороги Днепрогресса, это был Сталин А когда Ленин Принес первую лампочку Деревню Кашино Неосвещенную Это был фурок Модернизация Что это такое? Почему она так дразнится? Почему она так бьется? И в чем разница Между Модернизатором Дмитрием Медведевым Никитой Хрущевым Иосифом Сталиным Владимиром Лениным Александр Третьим Александром Вторым Александром Первым Николаем каким-то Декабристами Потерянным гимном Екатериной Второй Елизаветой И даже Анной С ее Бероном Ну и конечно же Петром Первым Винцом Нашей модернизации Кто первый догадался Завести в Россию Эту пробку От непонюханных вин Испоить Россию Невиданным алкоголем Расширить сознание До неизведанных Глубин Кто посвящал Медалями Награждал Алкоголиков Настоящих Мистиков Великой России А не уродов Как сейчас Кто доставал Из глубин Подсознания Такие мощные Образы Что даже Сам их боялся Не равен Час Петр Первый С этим именем Мало что Сопоставимо Ну разве что Имя Святого Петра Когда тебя Уводят На тот свет Херувимы Ну разве что Имя Павла Седова Когда твою душу На руки Перенимают Разве что Из области Эдакого Такого Чего При жизни Не бывает И я Восхищен Петром И не даром Возвели его На трон Повезло же России Хотя бы Дважды Ломоносов Был Другой Исполин Что же Мы связываем С именем Твоим Я хочу Понять Я жажду Как этот Мир Устроен Я хочу Про него Написать Очень Слово Стройно Словно Стройно Мы Проходим Через Вереницы Через Страницы Великих Книг И я Даже Кирпич Сейчас Вижу Как Измерение Чужих Немецких Великих Ученых И Ломоносов Был Среди них Встречен Встречен И поперчен Немецких Великих Имен Русское Русское имя Вписано В одно Из этих Имен Карандаш Да будет Так Символ Новой Модернизации Русской Ломоносов Был Великий Мудак Но и Великий Мудрец Он Тоже Был А что же После Этого Щука Она Везде Елозит Ползает Как Сука А на что Мы Щуку Променяли На Великое Чудо Исчудил Екатерина Великая Была Полосатая И Проныривая Словно Щука Она Русское Образование Вела Знала Чего Хотела Пугачевский Бунт Это Надо Же Подавила А может Быть Там Было Более Сладкое Повидло Его Тоже Подавила А Чего Нам Осталось Из Великих Модернизаторов Руси А Чего Из Этих Многолеких Хоть Живи Хоть Проси Хоть Не Проси Отчего Она Здесь Болтается Магнитное Поле Наверно Нагнетается У Матрешек Много Вопросов Было На Руси Ну Са Мною Все Просто Мне Матрешки Задают Вопросы Ей Нужного Роста И они мне говорят, Саша, эту силу воскреси Неужели для русской науки потеряны всякие недели и муки Неужели даже Петр и Ломоносов не могут русскую науку возродить А матрешка ее начала, а матрешка мне только что сказала Развернулась ко мне и сказала, такого не может быть Русский мир состоит из трешек и пятерок, недодобранных на вопохмелку Русский мир состоит из матрешек и белковских, не недостроенную белку Русский мир состоит из Путиных и Медведевых поскорей Укажи мой путь и огради меня Господь от Медведей Русский мир такой изначальный, что он очень даже центральный И Центру избиркома вопрос такой задает Здравствуй моя матрешка, а ну-ка выпей ты немножко И познавай-ка ты свой собственный, а неизведанный путь